Самые первые промочки в этой квартире появились с началом календарной весны. Здесь проживает пенсионер Александр Погодин. И такой непогодой в доме его уже не удивить. Говорит, крыша протекает уже около 15 лет. В очередной раз стал обращаться в свою управляющую компанию «Корона». Там его заверили, что кровлю начнут ремонтировать, как только все растает. Но с потеплением проблема усилилась. 21 числа я прихожу с работы. Представляете, вот это все отвалилось. Воду все убрал, это все в мешки, вот это все выкинул. Ушел спать. Ночью слышу, бах, опять. Я сюда захожу, бах, что такое, еще вторая половина упала. В ночь на вторник в квартире пенсионера обрушилась часть потолка. Глядя на расползающиеся мокрые пятна, он предполагает и дальнейший обвал. Об этом предупредили и сотрудники МЧС, которые были здесь накануне. Предостерегли, рядом люстра. Не исключено возникновение пожара. Александр Алексеевич показывает, составленных актов от управляшки у него много. Все они свидетельствуют о том, что крыша давно взята на контроль, аналитиснег с нее своевременно были убраны. Только по факту, заверяет пенсионер, без действия. Я говорю, там на чердаке они положили пленку. Я залезал на чердак, а там яма, пленки, и в ней вода, и грязь. Все. Это значит, я не знаю, это в цирке только могут так делать. И вот с этой пленки все протекает сюда. По факту этого обрушения в управляющей компании «Корона» пенсионера заверили. Заявка принята. На место никто из работников так и не вышел. О своих планах тоже не сообщили. Александр Алексеевич показывает комнату на другом углу дома, где живет сын. Говорит, давно бы сделал везде такой ремонт. Но опасается, что все старания будут испорчены ежегодными протечками. Без ремонта крыши наводить косметику внутри квартиры бессмысленно. Последствия худой кровли можно наблюдать и в подъезде, который, к слову, не так давно был отремонтирован. Еще лучший обзор с улицы. Здесь и вовсе стал осыпаться фасад многоквартирного дома прямо над входом подъезд. Александр Алексеевич – активист, старший по подъезду. Говорит, беспорядок не терпит. И даже на пенсии продолжает подрабатывать и находить время бороться за дом, в котором прожил всю жизнь. Поэтому в случае дальнейшего бездействия УК планируют обращаться в прокуратуру.